Стричтайм на радио Шансе Конечно Ну-ка скажите еще что-нибудь Добрый вечер Вот, вот, надо, ну, с посылом, Лидия Николаевна А я с тебя пример беру, ты почти вхепчив Сексуальный опыт Потому что я в наушниках, а вы нет, и вы меня не слышите А в ушах я очень даже громко Так, и дальше, два молодых, красивых, талантливых солиста коллектива Илья Ефимов, привет, Илюш Добрый вечер И Стас Бриленский, правильно я сказал? Так точно Прямо Аболенский, такая дворянская фамилия Можно Аболенский, если удобно Да, 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 Приленский Стас Волков Старожил коллектива Сегодня отсутствует У него медовый месяц Будете смеяться О, Мила, как удивилась А что, имела виды на Стаса? Да, вот так вот все и раскалывается Да, 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 да Вон молодожен Кстати, к четвертому-то числу приедет Появится, потому что четвертого числа Ну, это уже надо Это уже долг просто перед коллективом Но это уже скоро Это уже скоро Скоро Четвертое ноября в Доме кино, если я не ошибаюсь Да, в Доме кино У нас будет концерт большой Большой концерт Лесоповала Он просто большой концерт или он к чему-то приурочен? Там будут и новые песни, но немножко Поскольку мы каждый раз презентацию делаем в апреле Или конец марта или апрель То и в этом году так же будет Но все-таки надо знакомиться с песнями, которые мы пишем и записываем Поэтому будут и новые песни Но потом, наверное, поклонникам группы Лесоповал Хочется наконец-то услышать старые песни В новом исполнении вот этих ребят, которые здесь Ну, вот у нас ребята Сегодня Илюша писал две песни Дня два назад Стасик писал песню Все И еще два дня назад писал Ребята полностью в работе Но вы старые переписываете песни или вы записываете только новые, Илюш? И новые, и старые А как? Илюша что-нибудь ответит? Да, записываем и новые, и старые А вот когда старые песни записываете Какая-то есть, но с какой-то проблемой сталкиваетесь Имеется в виду, что вы же все-таки, в общем-то, сравнительно молоды И потом новые песни еще никто до вас не исполнял, да? Вот, ну, те, которые вот вы уже исполняли Сколько вы, Стас, вы сколько уже в коллективе? Два года, нет? А чего вы меня так на вы? Вы, я имею в виду, вы с Илюшей Ну, мы по-разному, на самом деле Потому что я же вас представила, как молодые, красивые Год с копеечкой, Илюша, наверное, там полтора Полтора года, да А что и вы, Илюша? Все и вы, Илюша, и я и вы, Илья Илья, да Ну, я не знаю, Илюш, мое любимое Одно из любимых мужских имен Поэтому я так как-то Я привык По-матерински, значит, не побоюсь этого слова Как хотите Нет, вот просто, когда именно действительно старые песни Приходится перепевать Когда, во-первых, уже есть с чем сравнивать Уже есть исполнение, да? Надо же как-то вроде и по-своему Но и в то же время марку держать Какая самая большая трудность в этом? Тут самая большая трудность не пытаться скопировать Самая большая трудность и, в принципе, и смысл, и главность Заключаются в том, чтобы по-настоящему прожить песню Как ты, как человек Как такой же человек, как и все, в принципе Которые имеют весь спектр чувств, эмоций и т.д. и т.п. И в любом случае не получится так же, как у Коржукова или у кого-то Потому что это разные люди Но можно пронести одинаковое какое-то состояние Одинаковое... Вот если это покаяние, то это покаяние То есть человек хоть в чем он кается У него идет эмоция, это состояние И он или в воровстве кается Или в чем-то еще кается Это одно состояние души Так же, как и любовь Каюсь или каюсь Порвали парус Каюсь, 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 каюсь Нет, дело в том, что, насколько я помню, Лидия Николаевна Михаил Саевич вообще говорил, что идеально в Лизаповале Чтобы было три разных возрастных... Это была его первая задумка Что должно быть три человека Три разных души Да Которые дозрели до этого Осмысления своей жизни Ошибок До покаяния Один молоденький случайно Там что-то такое Попавший... Ты случайно, Илья? Честно говори нам Нет, серьезно Я же помню вот эту формулу Концепция Второй Такой бывалый А третий Вроде как политический Такой Он не делал упора на политику Это была бы совершенно другая программа Если бы это был политический заключенный Он бы рассказывал совершенно о другом Придумав эту программу Он постепенно дошел до мысли Что это должен быть человек из народа Который ошибся По судьбе или по характеру Или по дружкам Пойдешь ведь за тем, кто позовет Вот Но чтобы это был молодой человек Чтобы это был человек с характером Опытный и очень выдержанный Который уже осмыслил эти ошибки И он рассказывает, что он понял И человек бывалый, по-настоящему бывалый Который, может, 20 или 30 лет просидел И у него тоже есть свои выводы по этому поводу Там же не идиоты Там же такие же люди, как и мы И у них и сердце, и голова Все работает Они осмысляют свою Невероятно сложно, я понимаю Когда одно дело коллектив и один солист Когда же солиста два в данном случае Каким образом, я не знаю Три даже А, ну, да, Стас Он же молодожен, я его не считаю Отломанный ломоть уже, да Вот Ну, Стаса-то уже, вон, он старожил У него есть какие-то уже свои наработанные Ну, вот так у нас распределилось Да, да, да Наработанные А вот когда появляются новые Вот если отталкиваться, опять же, от концепции Которая была озвучена Молодой, средний, молодой И бывалый Бывалый, да Вот оно сейчас, как бы, все-таки есть, по сути И на самом деле, если, ну, опять верить Тем слушателям, более-менее близко знакомым Мне лично, которые в зале часто сидят, да Они говорят, что сейчас как раз оптимально Совершенно, абсолютно То есть то, что на сцене происходит Лучше и придумать, по-моему, нельзя То есть очень все по-разному Мы смотримся, по крайней мере Что я, что Илья, что Стас Волков, да И это очень круто Очень вкусно А Лидия Николаевна, вы же, наверное, распределяете песни Вот какую будет петь Илья, а какую будет Стас Только моя душа может постичь другого человека Я какую-то песню, вот мы сочинили уже с композиторами Все сделали, все Я начинаю думать, кто должен спеть Илюша, или Стасик, или Стас Старфи должен спеть Ну, опытная песня человека Немножко даже, может быть, уставшего И, может быть, чуть разочарованного Разочарованного в собственных поступках И жизни собственной Я выбираю Но если песни не получаются у одного У нас без обиды переходит к другому Мы пробуем с другим То есть как-то это не то, что вот Нет, нет, никаких железных законов нет Потому что, как сказал правильно Илюша Есть чувство, которое испытывает каждый человек Каждая душа Она просто это расскажет по-своему Ну, такая творческая работа А мне невероятно приятно, что площадка Дома кино Она такая, в общем, легендарная, намоленная и так далее Она какое-то долгое время, что касается концертов Немножко простаивала, как мне кажется А сейчас вот все чаще и чаще Ну, вот захотели, позвали нас Ну, потому что это прекрасное месторасположение И там действительно так, как-то какая-то атмосфера Несмотря на то, что, в общем-то, он не отремонтирован И, в общем-то, там дух такой 70-х годов Но это невавно, оказывается Оказывается, это не самое главное А может быть, даже для Лесоповала это даже и на руку Да, для Лесоповала они там выступали Сразу, когда пришел Куприк, когда Сергей Курваков погиб Вот с тех пор не выступали уже почти 20 лет Ну, так это ж вспомнить все 20 лет это вообще магическая цифра Она очень часто везде упоминается Даже 20 лет спустя песня, да, знаменитая У меня с этой цифрой очень много связано Я уже молчу про мушкетеров 20 лет Там уже 20 лет это... Это срок, скажу я вам Хорошо, давайте 20 лет не срок, там говорят У нас 30 лет, это уже срок Ну да Хорошо, мы сейчас прервемся Для того, чтобы продолжить тоже беседу чуть позже В эфире Стрештайм И еще раз всем добрый вечер Если вы только что решили нас послушать Нас можно не только послушать, но и посмотреть Нас здесь довольно много Лидия Николаевна Козлова-Танича Также два солиста группы Лесоповал Илья Ефимов и Стас Приленский Если вы не знаете, как они выглядят Вот, сейчас вот Приленского показывают Смотрите, какой красивый А Илья параллельно еще ведет Свой прямой эфир в Инстаграм То есть там есть какие-то, наверное, пожелания Восторги, фанаты волнуются Пожелания, восторги, фанаты волнуются Они волнуют, они волнуются Желаю всем счастья, любви и добра Вот это самое главное Каждому присутствующему Мы собрались сегодня по поводу того Что очень скоро, буквально вот на днях 4 ноября Это же праздник 4 ноября, это же праздник День народного единства Это день народного единства Никто не работает, все идут в Донкинон Или Саповал Это же очень удобно, когда в выходной день Это действительно, это здорово Потому что вряд ли в такую погоду Кто-то поедет на дачу Вот, хотя есть какие-то фанаты Но помимо концерта Вы еще, насколько я поняла Лидия Николаевна, записывайте очередной альбом Да, конечно Я вам сказала, мы каждый год делаем новый альбом И в этом году не исключение А вот это вот зачем такая принципиальность? Ну вот, может быть, есть смысл сделать какую-то паузу? Нет, мы записываем больше песен, чем альбом Потом составляем альбом Мы составляем, как Таня сказала Много песен не надо слушать Потому что ухо перестает воспринимать 12 песен вполне для альбома достаточно Чтобы послушать Но пишем мы больше всегда На 5, 6, 7 песен больше С тем, чтобы потом выбрать И есть же у каждого альбома Как бы свой сюжет Вот о чем он будет говорить Вот сейчас Лично у меня задача При классическом, так сказать, лесоповальском репертуаре Чтобы появлялись какие-то философские песни Какие-то современные песни Потому что вся эта история лесоповальская Она продолжается и сегодня Она не только 30 лет назад родилась Или 130 лет назад Ну а как современные песни У вас же строятся сейчас выпуски и записи Альбомов на базе того, что оставил после себя Михаил Саевич Извини, пожалуйста Я тебя просила говорить мне громче Громче Понятно Ну, ребята услышали, да? Да, ребята услышали Да, да, да Просто, чтобы мне не повторять Вот, например Откуда взяться в современной песне Это значит, другой автор должен быть Да, почему? Михаил Исанович на русском языке писал стихи И оставил их очень много в наследии Да, и сейчас все, в принципе Очень много лет мы будем это делать На русском языке говорят И там нету никаких сложных особо терминологий Чтобы человеку не понять Допустим, песня, над которой сейчас работаем Да, жизнь называется И там каждое слово понятно любому школьнику И... Нет, я просто так... Я не поняла, значит, Лидия Николаевна Мне показалось, что просто ей хотелось Каких-то еще приобщить молодых авторов Вот я... Нет разве? Композиторов Ну... И можно еще скажу Вот песню, например, Стас записал недавно С Александром Добронравовым Коменданч называется Вот она настолько мне Как современному слушателю Она прям прониклась мне И пробила очень в душу Что я захотел именно ее Как бы переслушивать несколько раз Потому что моя аранжировка такая... И он это делал я вам более... Современная аранжировка Современная как бы подача Но при этом на стих, который написал Михаил Исаевич Ну, то есть музыкальная сторона песни Она может быть более современной Да, вот это... Ну, понятно, да-да-да То есть новых авторов В смысле композиторов Композиторов, да А вот Лидия Николаевна Все время, когда приходит ко мне на эфир И говорит Ксюша Ну? Когда ты будешь мне задавать острые вопросы? Да задавай, Ксюшенька Я не против никаких вопросов Это не значит, что я на все буду отвечать Нет, я задам сейчас Ну, задавай острые вопросы Ну, я не знаю, острый, не острый Но, мне кажется, такой, в общем-то, не мягкий Вот Не такой, не округлый Вот Нету ли такой как-то... Мне кажется, вот я это ощущаю Некоторую несправедливость При всей моей любви к группе Лиса Повал Все-таки Михаил Исаевич Это великий советский поэт Советский, русский поэт, да? Русский поэт Да-да-да Поэт России, как у него написали На памятник Да-да-да-да, вот именно А нет ли такой вот Какой-то несправедливости Что все-таки из-за того, что после Ну, последнее время И последние годы Его жизни И вот уже 10 лет Даже больше, 11 лет Уже 11 Да, 11 лет 12-й год Да-да-да После его ухода Все время вот эта группа Танича Лиса Повал Каждый год Лиса Повал И что есть вот ощущение Нету Точнее, нет ли ощущения Что Танич ассоциируется Ток с Лиса Повалом Просто мне это невероятно Обидно, потому что у него Такие удивительные песни Такие удивительные Ну, так значит Для нашего народа Еще есть чего искать в Таничи Обычные песни И погода в доме И мы выбираем Нас выбирают И на тебе сошелся клином Белый свет Это только добавляет Народу желание Послушать еще и другого Танича Но вот этим ребятам Лисоповальским В принципе, никогда Слово не давали Даже признав Где были какие страшные ошибки И жестокость Времен Вот этой вот Тоталитарной власти Слово-то им не давалось Песни существовали А радио и телевидение Кайф не давало И когда Танич Это дело взялся делать То я считаю Что он должен был Высказаться до конца И я использую все стихи Которые, на мой, конечно Взгляд, он написал Пригодные для Лисоповала Чтобы эти люди Рассказали то, что они чувствуют Что они пережили Как они относятся И в принципе Все эти песни о любви Как ни странно Даже если в песне нет слова Любовь А не о любви Просто вот к миру К жизни О любви От этого человека Который чего-то Страфное перенес Это уже ведь трагедия Все эти дети Рождаются чистые А я, знаете, ехал И про это думал Что на самом деле Если спросят О чем песни На самом деле Все песни Не о любви Не только о любви О любви к жизни Деньги, профи К чему угодно А я бы Если бы я была продюсером Если бы у меня были Такие способности Но у меня нету Приходи к нам Мы тебя примем Каждый должен заниматься Своим делом И этот вид деятельности Этого можно Это ремесло Этого можно научиться Конечно же Но это забирает Очень много времени У меня есть Масса еще Всяких планов Насчет себя Но я бы взяла Под свое крыло Еще какого-нибудь Человека Может быть и не одного Там я не знаю Может быть Я не знаю Группа не группа Но во всяком случае Которые бы Исполняла Другие Песня на стихе У меня есть Даже готовые программы Другие Которые Таня Что бы оставил Я не могу Просто это сделать Физически Вот смотри После Танича Мы уже сделали Восемь альбомов Сейчас девятый Делаем альбом По двенадцать песен Это сто песен Кто из композиторов И из поэтов Написал Больше ста песен Ну может быть У Саши Новикова Там я не знаю Сто восемьдесят А Танич только Этих песен Написал Сот Шесть сотен Вот Ну как можно Я не могу Взвалить на себя Другую группу Да и это будет Неправильно Это моя жизнь Я люблю это дело А мне нравится Получился острый вопрос Да Я люблю это дело Это мое счастье Жарящая Жара в студии Да я скажу тебе Ксюша У меня есть программа Которая называется Люмпингруп Можешь представить Что это такое Это там девочки И мальчики Которые рассказывают Вот о том Как они сейчас В на время Пробиваются К успеху Где карьера Где хитрость Где чего Где несчастье Где рассеянность И неумение Управиться В той ситуации В которой находится Страна и люди Но запустить Я это не могу Я не могу Еще эти песни Донести до народа Не могу донести Вот Я их делаю И народ сам Как приходит на презентацию У нас идет на презентации Двенадцать этих песен Они потом вытаскивают Из этой единственной ленты Снятой Они вытаскивают Отдельно песни И по разным каналам Их показывают Не мы Это делает народ Но надо подумать Чтобы кто-то это продолжил Я такая счастливая Что народ это поет Ну вот сегодня смотрела Гею Каркаташвили Как он поет Вичка Ну это же просто прелесть Просто прелесть Это грузинский народ Который правительство Хотят войну развести Между Грузией и Россией А народ поет Танеча песни Я приду к тебе Витек Только ты посвисти со двора Вот Поэтому еще есть Мог на лесоповале Так много рассказывать А давайте послушаем И главное ту песню Одна из новых песен Но которая очень плотно крутится На радио шансон И на концертах поется И все И я могу сказать На какое-то безумное количество времени Занимал первое место И по-моему и сейчас Еще до сих пор занимает В нашем хит-параде Хит-парад шансон Я правильно говорю сейчас Да Седьмая струна же Да 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 Вот седьмая струна Давайте-ка еще раз Давайте послушаемся Стриштайм Снова на радио шансон И мы продолжаем И мы продолжаем сидеть Таким уютным Маленьким Дружным коллективом Мы это делаем Да Четвертого Четвертого ноября В Доме кино Большой концерт Выходной день Группы Лесоповал Приходите Будет здорово Ну кстати Ну а если вдруг По каким-то причинам Группы Лесоповал Они же участники Разгуляя Нашего Первого декабря Вы второй раз Или первый раз Будете участвовать Второй 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 Ну да Второй Второй Я не знаю В прошлом году Они были Да Да Я просто Ну к тому что Успели они в прошлом году Недавно же все таки Успели Не ну классно же В этом году В новом месте Как она называется Все время Это арена Спортивная Как она называется Дворец спорта Мегаспорт 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 Как звучит Звучит Согласен Да Нет Дело в том Что раньше В советское время Было проще Такой-то стадион Такой-то Такой-то А сейчас же У них у всех Какая-то То открытие То мегаспорт Изюм Все же изюм любят Изюм Кидают прямо в название В афиши Во все И поэтому у меня Не ассоциируется Я понимаю Динамо Это на метро Динамо ЦСКА На метро ЦСКА А здесь же они Придумывают Всяких Каких-то Этих Слово Я не знаю По старинке Хотя площадка Площадка новая Вообще много концертов Ребят Много концертов Потому что Лидия Николаевна То не ездит Слава богу Нормально Народ Хочет их слушать И ходит И ходит Что самое главное Ну да Ну в Москве Понятное дело Все не часто играют По всей стране Да-да-да По всей стране А где больше всего Вот где больше всего Запрос так сказать Ну вот я не знаю Приемная сторона Там я не знаю Россия Волга Сибирь Прямо вот выходили И прям просили Приезжайте пожалуйста еще Вот Крым Я не знаю С чем связано Ну вообще По югу мы прокатились Очень-очень тепло Народ прием Ну тебе ты Илья Удобно по югу Ты же из Анапы Тебе там Вышел из дома И вот тебе уже Ну как в продолжении Скажу что это везде Это везде абсолютно так То есть где-то больше Где-то Ну это от людей зависит Опять же Что-то с этносом Видимо связано Ну непосредственно С местностью То есть где-то Поскромнее люди Сами по себе Где-то поинтеллигентнее Может быть по культурнее Ну я не знаю С чем это связано Везде по-разному Где-то люди пляшут Прямо в зале Где-то наоборот Сидят сдержанно Но тем не менее Когда концерт заканчивается Всегда одинаково Всегда Одинаково хорошо Да С горячими глазами люди Видно Это не подделать Это не передать Это больше ничего не надо Вообще Я вот тебе хочу сказать Илья Я помню Что ты когда только Лидия Николаевна Тебя нашла Где-то на каком-то конкурсе Да Вот когда Что это Еще были длинненькие волосы Когда Лидия Николаевна сказала Чуть-чуть подлиннее Да Фото есть? Нет Там были прямо у него Фото покажите У вас Или у вас Как у молодого Стаса Пьехи Были волосы Прямо такие Да Надо же сравнивать Да Что-то было Похоже И как-то так робко И все И я так думаю Ну как так Наверное Очень он Ну Не знаю Зыбко как-то Зыбко На что Лидия Николаевна сказала Ничего подстрижем Запоет И что И я к тому Что вот эта вот песня Которую мы сейчас прослушали Седьмая струна Я даже Мне казалось Что это Волков поет Если честно Ну Нет честно Потому что так За год Как-то навострякался В общем Как-то Ну я аккуратно Просто подхожу К делу Если Ну нет Так как-то И смелее И как-то Ну не знаю Ну за год Это я считаю Такой хороший прогресс Правильно Глаз алмаз У вас Лидия Николаевна Глаз алмаз Вот потому Один и заболел Переглядела Ну Знаете Ладно Давайте-ка прервемся Еще раз Всем добрый вечер Ну вот как у актеров Например Считается Что Самое сложное И неблагодарное Дело Это Вводиться В уже существующий Спектакль Например Кто-то заболел Или что-то там Случилось Ну в общем Какой-то срочный Ввод Когда ты Вроде Как и хорошо Потому что Спектакль Наигранный Уже Ну в смысле Ну накатанный Да вот так вот Скажем И так далее А с другой стороны Все люди Уже привыкли Вот к одному Там да Вот составу Этого спектакля И так далее И вдруг появляются И немножко Это С одной стороны Ты можешь освежить Этот спектакль А с другой стороны Могут быть Какие-то разочарования У людей Которые купили Билеты И цветы Купили Вот тому артисту А выходит Например Другой Вот сталкивались Вы С такой вот Историей Когда Ну вот Типа Ну да Конечно Хорошо Но Вот у нас же Люди очень трудно Привыкают К чему-то новому Потом за уши Не оторвать Ну вот такое Я понял О чем Ты говоришь Ксиш Волна такая Была Вначале В интернете То есть такая Прямо Чтобы на концерте Приходили Говорили Фу вы Не Ну на концерте Так В театре Тоже не придут За кулисы И не скажут Ничего Я допускаю На самом деле Все варианты Что может произойти Но в основном Это было в интернете И как бы Это какой-то Небольшой Я так понял Группой людей Которые просто Это как Ну обсуждали Это сравнивали Руки опускаются Или наоборот Мотивация Я могу сразу сказать Просили в тебя перебью Первый концерт На котором он вышел Его не хотели принимать Потому что новый человек И вдруг выходит Девочка лет Восьми десяти Наверное Да С букетом А И она вышла И попросила у него И чтобы он расписался Там на каком-то Ее листочке И святые ему подарила И они тогда Все эти Которые кричали Вот зачем Меняли И почему молодого Взяли Хотя у нас В двадцать семь лет Пришел Коржуков В двадцать лет Пришел Куприк Но Пришедший новый Молодой человек Для них был Они уже привыкли Любить тех Кто в возрасте Ну они вместе с ними Уже выросли Состарились Наверное Девочку подговорили Вот до чего Уже Их отношения Дошло Вот Поэтому А сейчас Их прекрасно С уловением Они всегда говорят Про Стаса Стас Приленский А то еще и по отчеству Назовут А как по отчеству Я не помню Ну ладно Да ладно Но прекрати Он еще молодой Ну вот я например Юрьевна Сергеевич Стас Станислав 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 Первый раз Она просто Она просто Приняла За старшего брата Увидела Видимо В нем Увидела Вот что-то Вот увидела Да Ну что Симпатичный парень Конечно Добрый А ведь мы же уважаем Все мнения И восьмилетнего человека И восьмидесятилетнего Нам одна старушка Пишет Мне восемьдесят три года Я просыпаюсь И засыпаю Только под песни Лесоповала Я танцую под них Это восемьдесят три года Она написала Это она вам подражает Ну не знаю Может быть А меня-то она не видит Я на сцену не выхожу Ну что же Наша встреча Подошла к концу Но мне так кажется Что мы обо всем важном Поговорили Альбом пишется Грядущий апрель Не исключение И выйдет Очередной Диск Вот Четвертого ноября Это вот совсем уже Вот эти ближайшие Выходные Праздничные дни В доме кино Большой концерт Лесоповала Я тут узнал Что оказывается Мне вообще-то казалось Что он меньше Вот я была Давно на Лесоповале На большом концерте На таком Это еще был Россия еще был Этот концертный зал Россия Мне вообще-то казалось Что он там Ну часа два Наверное Два с половиной Или так Так время пролетело Это время А тут огромный концерт Аж по три часа Там еще на бис Поют Так что ребята Я вам всем Я желаю вам Хорошо отработать Вот Слушателям Поклонникам Прекрасно провести Время на этом Концерте И в общем 4 ноября Все в доме В дом кино Мила Тебе хорошо доработать Спасибо И Милу И Ксюшу Мы приглашаем Если девочки Свободны Приходите Девочки свободны Ну вот Приходите Вот прямо Игорю будет указано Как придут девочки Тут же их Посадить Чтобы они все могли И посмотреть И потом уже Прокомментировать Да И напоследок У нас песня Группы Лесоповал Которая называется Как На бекрень На бекрень Все Всем пока До завтра До свидания До свидания Стриж тайм Снова На радио Шансон